Русские новости 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 мы это прекрасно знаем, ну и тотальная русофобия. Наглость олигархии воплощается в том, что преследуют русских людей, которые хоть как-то пытаются раскрыть глаза на ситуацию и называют вещи своими именами. Прошел судебный процесс еще не до конца, по крайней мере, первая фаза против полковника Квачкова, и там экспертам удалось отбить те экспертизы, услужливые экспертизы, судебные экспертизы, которые зависимы, естественно, от мнения начальства, и готовят их люди, которые не имеют ни чести, ни совести, ни профессиональных знаний. Нам удалось отбить все эти выдумки, и суд назначил новую экспертизу, какая-то, значит, третья экспертиза, две экспертизы прямо противоположного свойства, или две группы экспертов, ну, одни просто это люди невежественные, другие, кто выступал в суде, все, опровергли это невежество, показали на примерах, почему невежды вот этот суд инспирировали, и почему за кулисами там творится полное безобразие. Ну, судьи, они же тоже люди подневольные, бесстыдные и безумные одновременно. Вместо того, чтобы закрыть этот процесс, на котором было показано, что вообще все дело высосано из пальца, это новое дело против того, кто уже и без того осужден, и без того уже отсидел 8 лет в тюрьме, я имею в виду полковника Квачкова, вместо того, чтобы прекратить этот безумный, бесстыдный процесс, назначили новую экспертизу. Ну, когда-то она будет, какие-то специалисты, наверное, подберут, наверное, с какими-нибудь академическими званиями, это тоже так бывает. Вот, высокие профессионалы городят всякую чушь, ты это опровергаешь, но суд говорит, ну, это же высокие профессионалы, а мы-то кто? Мы что, лаптем щи хлебаем? Нет, мы как раз гораздо лучше знаем ситуацию и имеем доводы неопровержимые, но кого же интересует в суде истина? Да никого не интересует. Суд, Тверской суд, где идет процесс над Кириллом Барабашем, Юрием Мухиным и их соратниками всего 4 человека под судом, якобы за то, что они там какую-то экстремистскую деятельность вели, на самом деле готовились к референдуму, готовили структуры для организации референдума по всей стране. Ну, какой референдум? У нас с момента принятия закона о референдуме ни одного референдума не проходило. Последний референдум – это голосование за Ельцинскую Конституцию. Результаты этого референдума были фальсифицированы. 31% проголосовал, нам объявили, что Конституция была принята. Она не была принята. Соответственно, все органы власти, функционирующие по этой Конституции, являются самозванными, и те лица, которые присвоили себе полномочия, являются преступниками. Вот эти преступники и судят Кирилла Барбаша, его соратников, товарищей по несчастью. В Тверском суде, наверное, специально для того, чтобы застращать публику, который приходит туда достаточно много, регулярно происходит избиение тех, кто, пользуясь открытым характером суда, хочет поприсутствовать на судебных заседаниях. Регулярное избиение. На этот раз подвергся избиению Алексей Суханов, адвокат, которого ударили о железный шкаф, у него огромная гематома, он получил сотрясение мозга. Все это зафиксировано в больнице, если не ошибаюсь, Склифосовского, где врачи осмотрели его и пришли к объективным выводам. И произошло очередное оскорбление нашей правозащитницы, русской правозащитницы, руководителю фонда поддержки русских политзаключенных, Елены Рохлиной. Ее сумку просто на пол вытряхнули приставы, которые считают, что они имеют полное право на обыски, на выворачивание рук, на надевание наручников и так далее. Это совершенно набранные откуда-то, я не знаю, из каких-то зоопарков, вот эти враги просто рода человеческого, совершенно уже безумные, совсем без мозгов, они действуют по произволу. Их, естественно, покрывает ныне действующая власть. Мы должны относиться ко всем этим людям с полным отвращением. Вот Тверской суд города Москвы, председатель суда, как фамилия, к сожалению, не знаю, под рукой нет. Но каждый может выяснить и написать на сайт Тверского суда, что он думает об этой ситуации, когда регулярно в Тверском суде происходит избиение, избивают ногами, избивают кулаками, устраивают потасовки буквально вот с гражданами, которые приходят поддерживать тех, кого они уважают. Суд, естественно, уважать невозможно. В такой обстановке уважать суд невозможно. Ну и абсурдное введение суда, судей Криворучка, мы, я думаю, эту фамилию как такую нарицательную будем использовать, Криворучка, Кривоножка, Кривомысленка, Криводушенко, вот все это вот, все кривое, все кривое в этом Тверском суде города Москвы. Ну и суд у нас в Доргомиловском суде над соратником полковника Квачкова Юрием Екишевым, там тоже творится полный абсурд. Там придумали новую экспертизу, была вот экспертиза, которая якобы оправдала арест Юрия Анатольевича, совершенно ложная, лживая экспертиза Московского исследовательского центра, вот такой есть центр, возглавляемый человеком по фамилии Скоропадский, вот такая говорящая историческая фамилия, эти мерзавцы, эти эксперты понаписали всякой чуши собачьей и человека арестовали, вот на основании этой собачьей чуши за какие-то публикации в интернете. Причем публикации все еще висят, к ним претензий-то нет, оказывается, претензий к человеку, а не к его деятельности, это, конечно, абсолютно не соответствует ни законодательству, ни русским национальным традициям, русскому менталитету. Мы боремся со злом, а не с людьми. Если уж нельзя по-другому, то, да, человека могут надеть его в наручники, если от него исходит зло, которое невозможно иным способом остановить. А здесь не было никаких оснований, ровным счетом никаких оснований для заключения Юрия Якишева под стражу. Теперь новую экспертизу они написали, ну, скажем, я думаю, что они просто разведали, вот, увидели где-то какие-то публикации, или мои в сети интернет, и увидели, что абсолютно несостоятельная их экспертиза. Они призвали экспертов более подготовленных, один там со степенью доктора филологических наук, правда, по специальности русский язык, он ничего, естественно, не понимает в политической публицистике, и, соответственно, и экспертизы такого уровня, уровня абсолютно ничего не понимающего человека. И эти эксперты опровергли половину обвинений, которые содержались в вот этом экспертном заключении, которое было еще в марте прошлого года. А эти половину, половину вроде бы отменили, ну, все, хватит, тогда вы пускайте. Нет, судья говорит, это мы когда вот по существу будем рассматривать, а сейчас мы заслушаем одних, других, третьих, а там будем принимать решения. Бессовестное, абсолютно бессовестное поведение. Человека ни за что держат в тюрьме, за какие-то статьи, которые безумные эксперты безумно прокомментировали. И вот теперь человек лишен свободы уже более полугода. Скоро вот в мае будет год, как Юрий Якишев находится в следственном изоляторе. Вот бегло обзор тех судебных процессов, а кроме них еще десятки судебных процессов, о которых мы не знаем и только вот присылают какой-то здесь, здесь кого-то задержали, здесь кого-то арестовали, здесь в судах безобразие. Безобразие носит тотальный характер, мы, к сожалению, можем говорить только о наиболее ярких фигурах и наиболее ярких процессах. Во Владивостоке тоже возобновился процесс по книжке, которую я не писал, но там продолжается безобразие. Там они, наконец-то, прокуратура обнаружила, что оказывается, вот они подали второй раз иск, причем абсолютно тождественный иск в Советский районный суд города Владивостока, а потом, постфактум, видимо, тоже после моих писем, моих публикаций, обнаружили, что вообще-то не я автор, что в книге указаны три разных автора. Вот почему-то меня они вычислили, а других они проигнорировали. Ну пусть ищут этих авторов, тоже приглашают их, как заинтересованных лиц, а меня, может быть, хотя бы на три четверти оставят в покое, потому что что там написано, я так и не получил вообще материалов, которые были представлены в суд. Положено представлять полностью весь пакет материалов, ничего нет. И там же уже прошел процесс, суд первой инстанции определил, что брошюра, найденная также у Алексея Бутусина, в результате абсолютно беззаконного обыска является экстремистским материалом. Хотя там, вплоть до того, что там выдержки из исторических документов, все это, видимо, экстремистский материал. Безумные, абсолютно дикие люди, которые там писали какие-то экспертизы. Я этому посвящу отдельную передачу, отдельно об этом поговорю. Что у нас еще происходит? Вот это касается репрессий против русского движения. А в русском движении, ну не знаю, стоит ли относить это событие к русскому движению, происходит распад так называемого комитета 25, Стрелкова, движения в поддержку Новороссии. Вроде бы все это одно и то же. Вот состоялся исход так называемых нацдемов. Раньше, еще в самом начале формирования, еще почти год назад, ушли так называемые национал-большевики. С чем остался этот комитет? Ну, с людьми левых взглядов, с коммунистами, социалистами. Я не против того, чтобы комитет очистился от нацдемов, потому что это уж такая идеологическая мерзость, что трудно себе представить. И людишки там абсолютно мерзостные, кто представляет эту идеологию национал-демократ, и мы думаем, ух, национал, это видимо что-то такое. Это те же самые либерации, только которые врут, когда говорят, что они вроде как за русский народ. Ничего они не за русский народ, они за расчленение России и за европейский путь развития. То есть абсолютная калька с бандеровщиной, или как сейчас называют, они сами себя называют, жидобандеровщиной. Вот это то же самое, то же самое у нас. Никакого там патриотизма, национального патриотизма, ничего там русского национального нет и никогда не было. Была ширма, была имитация, были публицистические изыски, они и продолжаются. На самом деле это враги русского народа. Я еще раз подтверждаю свою позицию и буду теперь ей следовать. Так как я пришел уже к окончательным выводам, нацдемовщина – это идеология враждебная русскому национальному движению. И нацдемы, так называемые нацдемы, ну они видимо считают, что у них единственная партия, вот национал-демократы – это только они, это враги русского движения, внедренные, засланные казачки для того, чтобы наше движение направить от традиционно русских ценностей к каким-то другим ценностям. Поэтому я приветствую выход этих, так называемых, вот этой вот швали надздемовской из комитета Стрелкова. Но что остальное-то там что-то осталось? К сожалению, Русскому национальному фронту так и не удалось наладить таких систематических контактов с комитетом Стрелкова и с ним самим, и вообще понять, в чем, собственно, маневр. Собрать всех и вместе со всеми что-то там решать, убрать все противоречия – да невозможно это. Должна быть какая-то целостная концепция. Есть она у комитета? Ну, вроде бы, они там приняли какой-то документ объединяющий, такой, в общем, сырой и написанный на коленке, но вроде бы как-то вот в нашем ключе, куда-то в направлении, как они назвали, объединенное или там общероссийское, русское, национальное движение. Но где этот русский компонент? В чем он выражается? В чем? В комментариях беспрерывных, которые идут потоком на ресурсах Игоря Стрелкова. Я думаю, что этого как-то маловато будет, если он, конечно, хочет превратиться просто в комментатора, ну, наверное, он на верном пути. А вот для того, чтобы создавать организацию, ну, нужны какие-то действия. Ну, видимо, вот нацдемы полностью монополизировали это действие, поэтому и русский национальный фронт не мог никак приблизиться и хоть о чем-то договориться. Они, конечно, я не сомневаюсь, что по поводу нашей партии Великой России, по поводу меня лично, по поводу русского национального фронта, они снабжали Игоря Стрелкова самой разнообразной клеветой. Ну, это такие патентованные клеветники. Ну, они, соответственно, и ориентировали против нас. И я пытался как-то на личных встречах переломить это представление. Даже сказал Игорю Стрелкову свое пожелание, чтобы он как-то осторожнее общался с нацдемами, потому что после этого общения требуется мыть руки, они с трудом оттираются. Вот я как-то уже давно отмылся от этой мерзости. Ну, а он тогда очень сильно обиделся, прям аж покраснел и счел, что мои высказывания крайне грубые и неуместны. Ну, теперь я думаю, что его позиция поменяется, как она поменялась в отношении Путина. Я тоже достаточно резко высказался на этот счет, когда Игорь Иванович, приехав из Донбасса, начал присягать всенародно избранному. Ну, теперь позиция изменилась. Ну, может быть, так вот шаг за шагом как-то эта позиция будет меняться. Мы сблизимся. Осталось избавиться от левачества, то есть вернуться на позиции русские, национальные. Пусть даже и монархические, если монархизм не встречает такой широкой поддержки, то и, в общем, наплевать. Если ты считаешь, что это правильно, надо об этом говорить. Я об этом говорю, не стесняясь, хотя партия Великая Россия не является монархической, но мы с удовольствием сотрудничаем с монархистами. Я лично тоже придерживаюсь монархических взглядов. Тоже полно всякого вранья на эту тему, и это вранье воспроизводится постоянно. Вот ко мне приставлены некие такие подлецы, которые всюду ходят и в комментариях вставляют свои пять копеек. Ну, я на своих ресурсах, естественно, уничтожаю всех этих негодяев, но они находят независимые ресурсы. Я дал интервью новому информационному порталу «Колокола России», и там вот мое интервью было помещено, перед Новым годом оно состоялось, после Нового года опубликовано, ну и всякая шваль бросилась туда давать свои комментарии. И там просто болото всякой мерзости. В том числе и прислали человека, который подписался моим именем и фамилией, и который всякую чушь собачью там начал писать. Ну, я зашел, почитал, просто ужаснулся, в каком состоянии вообще находятся мозги. Но потом подумал, нет, это же люди на зарплате, ну, кто же будет писать в комментариях целые простыни всякого горячечного бреда, и не комментировать и не обсуждать те тезисы, которые были в моем интервью, а предъявлять мне личные претензии. Ну, еще раз там скажу, вот постоянно распространяется одно и то же там. Я поклонник Красновой и Шкуро. Да, я поклонник достойных русских людей, которые проливали кровь за Родину, за Россию. Эти люди проливали кровь, это герои Первой мировой войны. Да, они оказались в германском вермахте, но они не совершили никаких воинских преступлений, они не были предателями, они не перебегали из Красной армии в какую-то другую армию. Это были честные солдаты армии противника, именно честные солдаты, которые, да, по ошибке, по той трагедии, которая состоялась в годы Гражданской войны, может быть, по какому-то недопониманию ситуации, оказались там, на стороне Гитлера, хотя могли и не оказаться, на стороне Сталина они уж точно никак не могли оказаться. Их называют предателями Родины. Называют самые настоящие гнусные предатели. Вот я их тоже буду называть власовцы. Вот кто считает, что Краснов и Шкуро – это предатели, сами являются власовцами. Вторая там претензия ко мне – «А, ты присягал этой вот Марии Владимировне самозванки» и так далее, и так далее. Я присягал Российской империи. Вот кто из вас порадуется тем, что он может присягнуть Российской империи? Вот в тот момент единственный человек, который представлял наследие Российской империи, юридическое наследие – это была Великая княгиня Мария Владимировна. С тех пор ситуация изменилась, выяснились некоторые подробности. Нет ни биографии, ни какое-то самозванство, нет, нет. Просто тех законов, которые действовали со времен Российской империи, законы о престол наследие. Вот эти законы показали, что Мария Владимировна имеет очень сомнительные права на российский престол. Тем не менее, в течение многих лет она была опорой монархического движения, и спасибо ей за это. И как вот к этой опоре я и обратился, когда возникла такая возможность принести присягу Российской империи и династии. Вот сейчас другие династические особенности выявились, после того, как семья Ленингенов и глава этой семьи, немецкой семьи, приняла православие, русские имена, они выполнили все необходимые правила, которые установлены законами Российской империи, и теперь есть вполне легитимный наследник Российского престола. Но это не значит, что он будет царем в России. Кто-то будет из этого рода, из этой ветви, когда пристанет время. А моя присяга остается, она действует. Действительно, я никогда не давал присяги Российской Федерации, никто мне и не предлагал принять эту присягу. Я думаю, что и подавляющее большинство граждан не присягали Российской Федерации. Российская Федерация РФ, и это вообще непонятно что. А вот Российской империи стоит присягнуть. Как это сделать, это достаточно сложный вопрос. Я нашел такую возможность, у меня присяга подписанная и оформленная, есть, и вот у меня в рамочке она так и стоит, вот в моем родовом гнезде, можно сказать. Ну, всякие другие глупости, там мне еще присылают все время фотографию, где вот «Ах, так ты с Навальным якшаешься». Фотография 2008 года, куда меня затащили давно уже мной неуважаемые Поткин, Белов Поткин и Крылов, и где я просто выступал, и выступал там Навальный. Как я якшался с Навальным, это было в 2008 году, и с тех пор я вообще Навального не видел и не слышал. Я и тогда-то не очень-то знал, кто это такой, и я думаю, что подавляющее большинство людей, которые присутствовали в зале, или вот просто наблюдали за политикой тех времен, и не знали, кто такой Навальный. Да, вот узнали сейчас. Ну, на конференции был я, да, рядом с Навальным, где-то там постоял, и что с того, и что с того. Никогда не был навальнистом, никогда не участвовал в его мероприятиях, никогда его ни в чем не поддерживал. Напротив, критиковал крайне резко, а вот это вот Шушера, вот эти песики, которые бегают по интернету, они, ну, как бы вынюхивают. Чем такое вот опубликовать? Сказать, ах, вот какое разоблачение, боже ты мой! Вы посмотрите на себя, какие же вы сами подлецы, вот, ищите подлость там, где ее нет, и сами превращайтесь в подлецов. С Петром Толстым тут история с передачей Исаакиевского собора. Петр Толстой из журналистов как-то прыгнул сразу в зампреды Госдумы, видимо, очень интенсивно обслуживал интересы правящей олигархической группировки. И тут у него что-то вырвалось, видимо, может быть, нездоров был, может быть, не вполне трес, но из него выскочил, он обвинил тех, кто выступает против передачи Исаакиевского собора, главного кафедрального собора Санкт-Петербурга, Московской патриархии, и упомянул черту оседлости, и сказал, что противодействуют передачи те, кто вот в годы минувшие выскочил из-за черты оседлости с револьверами и что-то там творил и так далее. Ну, естественно, черта оседлости относится только к евреям. Значит, евреи выскочили с револьверами из-за черты оседлости и сотворили эту революцию. Ну, естественно, евреи возбудились, и фактически Толстой принес извинения с главой Федерации еврейских общин по фамилии Борода, такая вот действительно бородища, огромная шляпа. Этим вот так он и везде бравирует, но прилично он ходить не может, там стричься, снимать шляпу там, где все снимают головные уборы. Вот с ним где-то в коридоре Госдумы Толстой встретился, на бегу, так вот такой специально, сняли такой репортаж, на бегу, размахивая руками, умиротворительными такими жестами, сказал, что нет, он не имел в виду ничего такого, вот мир, дружба, жвачка, вообще евреи, друзья, все, и как бы вот вы не так поняли, если кто-то не так понял, ну, я сожалею, сказал он, ну, вроде как формально извинился, побежал дальше. Ну, мы прекрасно понимаем, о чем шла речь, и прекрасно понимаем, какую дурную отмазку придумал нынешний спикер Госдумы Володин, сам-то человек, в общем-то, недалекого ума, и вот такой недалекий комментарий дал, сказав, что, да вообще речь шла про Катаржан, ну, Катаржанам действительно запрещалось жить некоторое время, если как бы после освобождения из мест заключения, в крупных городах, там, в губернских городах, и в центральных, в центральных губерниях России, к черте оселости не имеет никакого отношения, поэтому Володин себя выставил, как дурак, вот нет бы сказать, ну, там, извините, ошибся, ну, они вот постарались сказать так, чтобы сделать вид, что вообще они евреев никогда затронуть не могут, ну, вот затронули, затронули Петр Толстой, хотя и не по делу, а что, только одни евреи, что ли, участвовали в так называемой русской революции 905-го года, и потом Великой Октябрьской, как ее назвали, нет, не только, не только, и целый интернационал участвовал, тут были и китайские добровольцы, которые резали почем зря русское население на Дальнем Востоке и в Сибири, и латышские стрелки, и бог знает еще кто, всякая шушера, всякая мразь прибежала на территорию нашей страны, и соучаствовала в погроме, который был организован как раз в февральскую революцию, это было вот такие нацдемы, знаете, вот они взяли власть, порадовались, как они ловко обмешурили всю страну, вот блокировали государя, арестовали царя, вывезли его куда-то, все, и очень здорово решили, что теперь они устроятся сами, на основах каких там, на европейском выборе, вот они этим и пытались заниматься, европейским выбором, все абсолютно развалилось, все рухнуло, все рухнуло, вот, и не только, не только евреи, конечно, не только евреи, роль еврейства в революции достаточно широко известна, фамилии тогда не меняли, не скрывали, но заметим, что это еврейство-то было не из-за черты оседлости, это было так называемое эмансипированное еврейство, это те, кто старались закончить университеты, работали на разных должностях, таких интеллигентских, в госаппарате Российской империи, занимались там медициной, образованием, и, в общем, всем тем, что не требовало тяжелых трудозатрат, и число, доля евреев, которые вот так перешли в интеллигенцию, в Советском Союзе достигло 50%, что вообще было немыслимо ни для одного народа, поэтому это, конечно, была их революция, и, конечно, евреи соучаствовали во всех этих массовых убийствах, казнях, красном терроре, и организации самого переворота, ну и другие представители других народов, и русские пауперы, русские пролетарии тоже в этом деле участвовали, такие люди, которые тоже эмансипировались от русской православной церкви, и, кстати, и священство в массовом количестве эмансипировалось, отступило от требования верности вере царю и отечеству, это был массовый переход, или в раскол, или расстригались, или переходили, так называемую, живую церковь, массовый переход, вот именно этих эмансипированных людей, а остальной народ-то не эмансипировался, он и готов был бы дальше жить во славу своего отечества, и в послушности государю, и в вере православной Богу Христу, но у них отняли все руководство, все руководство, там, священный сенот предал, правительственные чиновники предали, генералы предали, вся верхушка оказалась предательской, конечно, что же стряслось с русским народом, он начал крошить сам себя, пытаясь уничтожить предателей, начал крошить сам себя, поэтому не только, конечно, евреи, но вырвалось, вырвалось у Петра Толстого, и ему, конечно, можно возбудить уголовное дело, он же оскорбил евреев, как же так, по другим, по русским, настоящим русским людям, конечно, возбуждаются уголовные дела, или материалы объявляются экстремистскими, Петру Толстому ничего не будет, я думаю, что он еще трижды съездит на поклон куда-нибудь в синагогу, и очень скоро мы его увидим в кипе, у стены плача, чтобы всем было ясно, он ничего дурного про евреев сказать не хотел, Ну и такие мелкие новости, так, бегло все обсуждают золотой унитаз, охранника Газпрома, хотя он на самом деле был не золотой, а был просто оценен в 200 тысяч рублей, но вот эта унитазная тема, она заняла несколько дней обсуждения, и даже Газпром проплатил целые тирады по центральным каналам, где оправдывали, что да вообще-то унитазы могут стоить и гораздо дороже, и показывали эти унитазы со всеми этими устройствами, в общем, макнули наше общество башкой в золотой унитаз, или просто в унитаз. Вот эта унитазная тема, видимо, это уровень публицистики и пропаганды путинского режима. Депутат-коммунист Александр Брыскин отметил свой юбилей, 50-летие, я не знаю, стал ли он сейчас депутатом Госдумы, вообще-то он был депутатом Госдумы от КПРФ. Юбилей ему стоил 400 тысяч евро, ну представьте себе, какому человеку придет в голову такую сумму тратить. Половину этих денег он заплатил Алле Пугачевой, ну и там другой всякой публичным деятелем, вот как бы их так назвать, не знаю, как их назвать прилично, в общем, неприличным публичным деятелем, включая Аллу Пугачеву. А уж там на жратву, на подтанцовку, это вообще какие-то копейки, даже не стоит об этом говорить. Ну вот истинное лицо коммунистов при нынешней власти, истинное лицо депутатов, истинное лицо так называемых олигархов. Они могут иметь любые идеологические предпочтения, могут быть нацдимами, могут быть национал-коммунистами, могут быть единороссами, могут быть КПРФниками, кем угодно, вообще кем угодно. Ведущие банки Российской Федерации предоставляют зарубежным клиентам кредиты в ту же ипотеку под 2-3% годовых, и даже ниже, а соотечественников по 22%. До введения санкций российский бизнес предпочитал брать кредиты в Европе, скажем, в Чехии, под 4-6%. Вот так устроена финансовая система Российской Федерации. Ну, банки-то еще и финансовые организации еще как-то могут за рубежом какие-то кредиты брать, а как простым гражданам быть, они идут на поклон к тем, кто их обворует. Вот нужны деньги срочно, сегодня, сейчас. Их склоняют к этому, давайте скорее потратить деньги, которые мы вам дадим взаймы, а потом будете жить в этом долговом ерме всю оставшуюся жизнь. Действует вся финансовая система Российской Федерации, действует против интересов нации и государства, против интересов каждого из нас. И все, что происходит в России и касается наших карманов, обязательно связано с деятельностью финансовой системы, организованной и сформировавшейся окончательно при Путине. Это один из главных его инструментов по ограблению нашей страны и наращиванию олигархического слоя, хозяином которого и ставленником, которого он является. Ну и мы сами на себя можем обратиться. По итогам теста 26 ноября 2016 года на знание отечественной истории из 9300 москвичей верно ответили на все вопросы лишь 60 человек. Всего в тесте приняли участие 9000 жителей столицы. Средний возраст составил 25 лет, то есть в основном молодежь и средний возраст. 12 человек не смогли ответить правильно ни на один вопрос. Всего в тесте приняли участие 254 тысячи жителей Российской Федерации, ну если это уже по Российской Федерации данные. Средний балл составил 20 из 40 возможных, то есть ответили только на половину вопросов. Тест состоялся в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». Нечем гордиться русскую историю. Так называемые россияне не знают и знать не хотят. Соответственно, и русского государства, и государства вообще у них не будет. Если они не знают свою историю, то уж в текущий момент они понять в принципе не могут. У них нет исторических уроков, не с чем сравнивать, нет никакой точки отсчета. Ну и расплата происходит у всех, для всех, кто поддерживает нынешний треклятый режим. Вот так, как произошла расплата для рабочих Уралвагонзавода, которые устроили, кажется, это было в 2012 году, такое политическое шоу. Ну и за это получили свои 30 серебряников, естественно, государственные заказы, все там, Рособоронзаказ, все туда, деньги пошли. Они устроили шоу, что сейчас рабочие приедут в Москву и поддержат горячо любимого национального лидера Владимира Владимировича. Вот они получили. Они, конечно, придумали тогда поддержку рабочих, и для пиара был выбран именно этот Уралвагонзавод. В 2014 году убыток Уралвагонзавода составил 5,3 миллиарда рублей. В 2015 году 16 миллиардов рублей убытков. Общая задолженность завода составила 202 миллиарда рублей. То есть абсолютно обанкроченное предприятие, не способное работать. И какие там у вас будут зарплаты? Да вас скоро всех разгонят. Кому вы нужны? Путинскому режиму вы нужны были для пиара. Сейчас вы уже и для пиара ему не нужны. Ну кто же вам будет платить 202 миллиарда рублей? Найдут каких-нибудь других иуд, которые за 30 серебряников снова продадут свою душу, и потом их предприятие через пару лет окажется полным банкротом. Вот шахтеры тут в Ростовской области бунтуют угольное предприятие, обанкротилась, задолжав горнякам 350 миллионов рублей. Здесь 350 миллионов рублей, а Уралвагонзавод имеет долги 202 миллиарда рублей. Люди полтора года без зарплаты. Путин забил город, как пишут комментаторы, полицией. Выезд из города запрещен. То есть вот так они локализуют бунты, естественные бунты, когда людям просто нечего жрать. Так будет везде. Уверяю вас, если мы не сконсолидируемся в политическую силу, вот у нас будут блокировать каждый в отдельности город. Но пока сил им будет хватать, пока беспорядки будут носить локальный характер, они будут перебрасывать вместо беспорядка все свои силы. Но если взбунтует вся страна, конечно, им конец. Не знаю, будет ли это позитивным событием. Ну, может быть. Может быть. Чтобы не умирать, то хотя бы перед смертью разогреться. А то вдруг и смерть отступит в сторону, если мы сметем этот поганый олигархический режим. Не знаю, что лучше. Просто мирно ждать смерти или погубить самих себя. Лучше все-таки как-то без гибели стремиться к жизни. А чтобы выжить, в нашей стране, нашему народу надо объединиться и всеми возможными методами поставить мозги на место. Если мозги на месте будут у десятка хотя бы миллионов людей, то государственные изменения, изменения политического строя произойдут как по мановению волшебной палочки сами по себе. В Москве около здания гострудинспекции Домоденской улицы были задержаны около 30 работников строительных компаний. Компания «Горизонт», строившая московское центральное кольцо, ну, такое дополнительное кольцо, построили, якобы там огромные деньги затратили, ну, по уже готовой постройке, пустили фактически поезда. А рабочим просто не заплатили. А тем, кто попробовал бунтовать, ну, вот, тех в кутузку. Несколько месяцев люди не получали зарплату. В ночь на 17 января в Ростове-на-Дону 25-летний Ирей храма великомученика Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону Дмитрий Кивилиди, найдясь за рулем Митсубиси, в нетрезвом состоянии столкнулся с другой машиной, с ВАЗом, которая ехала в попутном направлении. После столкновения оба автомобиля врезались в семь припаркованных возле дороги машин. В результате пострадали женщина и 8-летний мальчик. Вот такие у нас попы. Но это пустячок. Это пустячок. Отпевание в храме хора Александрова. Вот это просто душу перевернуло то, что написал один из очевидцев того, что происходило. Я вот сейчас процитирую, бегло. Про отпевание решили и без нас, сократив его чин втрое. Хор лучших пьесцов страны выгнали на мороз, запретив петь под страхом ареста. Журналисты, как всегда, все переврали, преследуя свои цели. Но, слава богу, не все журналисты. А информация о расследовании причин авиакатастрофы как не было, так и нет. Это речь о катастрофе под Сочи, когда упал целый самолет, направлявшийся в Сирию. И большая часть тех, кто там погибл, это были певцы хора ансамбля Александрова. В средствах массовой информации ничего не пишут. Ходят безумные слухи. Известно, что там какой-то гриф секретности, гостайна. И даже серьезные чекисты разводят руками, ничего узнать не могут. Мы предполагаем, что это все-таки был теракт. А нам морочат голову, что терактов в России не может быть, потому что замечательно работают спецслужбы. Они никак не работают. Они занимаются тем, чем и все путинские халуи, самообогащением. На Россию никто из этих людей не работает. Весь госаппарат направлен на совершенно другие цели. Удержание власти олигархи и грабеж страны. Так вот, приехали из нескольких регионов страны заслуженные артисты, солисты Большого театра, Геликон опера, Новые оперы, Музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко, Хор Сретенского монастыря, Хор Свято-Данилова монастыря, Хор Ново-Иерусалимского монастыря, Хор Давидовой пустыни, Хор Савина-Сторожевского монастыря и другие известные православные певчи. И, может быть, там и даже народные артисты были, но не до того было, не было возможности все это выяснять. Об их участии в отпевании, церемонии, прощания договаривались неделю. Надо договариваться неделю. Вообще удивительно, что надо договариваться. Вышли на всех. На митрополита Ювеналия, известный областной митрополит, и даже на патриарха со стороны Минобороны. Вышли на всех, до кого смогли добраться. До Шойгу не дотянулись, но военные не возражали и даже бесплатно выделили специальный большой автобус для трансфера хора. И РПЦ вроде не возражало. На словах. В итоге соборный хор собрался. Люди приехали в мемориал мытищи для участия в церемонии. Военный комендант Москвы, генерал-лейтенант Селезнев лично распорядился разместить хор в зале, чтобы те могли петь всю службу. И тут любимая ЗАО РПЦ, я бы назвал ЗАО МП Московской Патриархии, объявила себя во всей карасе. Некто епископ Роман Серпуховской Гаврилов, давайте мы это запомним, епископ Роман Серпуховской Гаврилов, возглавляющий обряд отпевания, скучный дед с серым лицом и пустыми глазами, послал одного из своих многочисленных халуев к военным с требованием не допустить непонятный соборный хор к пению. заявил из разряда, если они запоют, я остановлюсь, то есть остановлю чьи надпевания. А ты кто такой здесь? Ты что, наместник Бога на земле? Папа Римский сюда приехал? Думали они недолго и выгнали военные, весь хор из ста человек на улицу, на мороз. Сказали, запоете, арестуем. Ужас какой-то, мы в полицейском государстве действительно живем. Певцы не успели понять ничего. Серый епископ брякнул, что ему, дескать, не разрешено, Министерство обороны не разрешило Министерство обороны и прошмыгнул служить трижды укороченное отпевание с какими-то батюшками-певчими в количестве пяти человек. Пять человек не стройно пели, а огромный хор певцов, лучших певцов России, в растерянности разошелся и разъехался. Позор. Я не могу, пишет комментатор-очевидец, понять трусость и тупость подмосковного архиерея. Он наверняка думал о том, что телевидение снимет, о том, как бы чего не вышло, что он не контролирует этих певцов, а вдруг они политически некорректно чего-нибудь запоют. Но с тобой же согласовывали каждый день в течение недели. Тебе звонили, писали, просили твоих халуев получить твое трижды никому не нужное благословение. Ювеналию писали, в патриархию звонили. Получили же вроде устное благословение правящего архиерея. И вообще благословляет Бог, а ты проповедник бородатый, его должен слушать, да и людей пасту свою. Тьфу, позорище. Вот я полностью к этому плевку, к этим патриархатным, рисоносным безбожникам присоединяюсь. Эти люди, что ты на мороз выгнал, лучшие певцы страны. Они на всех главных службах православных концертов поют. Лично тебе они сто раз до этого многие лета пели. Они пришли проводить последний путь своих друзей. Они хотели спеть для них. Ты там вообще не главный был. Главные там были люди, чьих тел мелкие части в закрытых капсулах в гробах лежали, да их родственники, которые ждали этот хор и этого пения. А ты их всех выгнал на мороз, красавец. Надеюсь, лишит тебя твой директор ювенальной корпоративной премии, собранной из подмосковных приходов с нищих старух. Надеяться можно. Вряд ли это произойдет. Вряд ли. Бессовестность московской патриархии, постоянные скандалы со всякими безобразиями, соучастие в разграблении и охмурении нашей страны. Вот деятельность московской патриархии. Богу они служат? Да побойтесь Бога. Конечно же не служат. Конечно нет. Это своего рода профессия такая. Профессия пропагандист. Или профессия психотерапевт, может быть, в лучшем случае. А может быть, это люди, которые действительно промывают нам мозги. Какое они отношение имеют к христианству, к русской православной церкви? Да ровным счетом никакого. Что нам, русским людям, делать? В храме-то есть что делать. Мы и свечку можем поставить, и помолиться, и литургию послужить. Но ходить к этим людям под благословение, на исповедь, причащаться у них? Да ни в коем случае. Мы, причащаясь, мы совершаем таинство единства со всеми православными людьми. Но в данном случае, то кто это таинство пытается организовать? Да люди абсолютно не православные, как вот этот, еще раз назову эту фамилию, епископ Роман Серпуховской Гаврилов. Запомним. Епископ Роман Серпуховской Гаврилов оскорбил память погибших людей, выгнал на мороз лучший хор России, который можно было бы собрать вообще в нашей стране. Я уверен, что он действовал по прямому поручению, либо из патриархии лично от патриарха Кирилла, а к нему, естественно, обратились из Кремля и сказали, как бы что не вышло, как бы хор там что-то другого не спел, как бы не пошли разговоры, слух, давайте все это дело замнем, сократим, потому что, ну, есть же тайна, есть тайна, которую мы пытаемся семью печатями закрыть, чтобы никто не прознал, кто убил всех этих людей, как это все произошло, как произошел этот теракт, и вообще никакого теракта не было, был просто несчастный случай. И поэтому, чтобы как бы чего не вышло, вот в сотрудничестве эти христопродавцы кремлевские и христопродавцы патриархийные выгнали из храма людей, которым там место, а вот этим патриархатным там не место. Давайте мы все-таки будем разбираться, где кому место. Вот Путину и Гундяеву не место в руководстве нашей страны и нашей церкви, не место, если мы к этому придем абсолютно убежденно, и сами еще обратимся на себя, а сами-то мы не участвуем в тех же безобразиях, которые творят они. Вот тогда изменится все, тогда в церкви будет власть православных архиереев, а не проходимцев, криптокатоликов, а в России будет русская национальная власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова